Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика о тканях с Хэппи Насс. И сегодня мы с вами поговорим о бархате. И сегодня мы посмотрим на бархат в большом магазине тканей Сезон. Магазин Сезон уже более 25 лет на рынке товаров для шитья и рукоделия. И у них большая сеть, поэтому, думаю, и в вашем городе есть этот магазин. Ну а мы сегодня в Казани, в торговом доме Савинова, на Ямашево, 93. Так, настоящий традиционный бархат изготавливают, как правило, из 100% шелка. Но в обычных магазинах он встречается достаточно редко. Как создается бархатное полотно? Создается оно путем очень сложной технологии. Два отдельных слоя ткани особым образом связывают единый, в идеале, шелковой нитью. Затем между слоями проводят острым ножом резвием. Он разрезает шелковые нити и разделяет те самые два слоя ткани. И мы получаем сразу два самостоятельных готовых полотна. Примерно по такой же технологии изготавливают вельвет. Он, как правило, производится не из шелковых, а из хлопковых волокон. Ну, если не считать полиэстера. Вельвет отличается тонкими продольными полосками от 1 до 5 мм в ширине. Велюр. Можно тоже отнести к бархатной ткани. Чаще всего это плотное и тяжелое полотно с очень коротким ворсом. Из бархата, как правило, не шьют изделия, излишне обремененные мелкими деталями и множеством швов. Все потому, что бархат достаточно сложен в обработке. И, можно сказать, хрупок. Посмотрим вот на такой бархат. Он очень часто встречается. Имеет короткий и равномерный ворс в одном направлении. И, посмотрите, характерный для бархата переливание оттенков. А вот этот бархат тоже имеет короткий ворс, но не в одном направлении. Благодаря этому создается ощущение мятости. Элегантной и красивой мятости. Представлены эти два вида бархата в огромном количестве цветов. Подойдет такой бархат для костюма, жакета, платья. Но будьте готовы к тому, что платье из такого бархата, который на 100% состоит из полиэстера, будет жарко. А этот бархат прошел дополнительную обработку и стал плессированным в гармошку. Мягкий, играющий тренд этого года. Подойдет на юбку, платье, сарафан. Цена плессированного бархата со скидкой 50% 465 рублей. Посмотрим на бархатную ткань с небольшим добавлением эластановых волокон в 3%. Такая ткань тянется, а изнанка имеет плотную трикотажную основу. Можно шить костюм, к примеру, даже спортивного типа. Но, к примеру, для активных видов спорта в такой ткани вряд ли будет комфортно, поскольку она состоит полностью из синтетических волокон. Из этой ткани также можно шить прекрасный жакет или легкое пальто-накидку для лета. Цена такой ткани 1150 рублей. А вот бархат с похожим составом, но очень необычным внешним видом. Приглядитесь, местами ворс словно выжжен. Благодаря этому создается рельефность и красивая неоднородность бархатной поверхности. Из такой ткани можно шить очень женственное, утонченное платье, кофточку или юбку. Цена такой ткани 865 рублей. Этот бархат имеет очень интересный принт и короткий ворс. Из него можно шить, например, платье-карандаш, жакет, который будет создавать яркий, слегка этнический акцент или даже просто клатч. Цена такой ткани 1080 рублей. Равномерная и матовая поверхность бархата. Хлопковый бархат значительно отличается не только в цене, но и в качестве. Он очень плотный, немного тяжелый. Из него получится шикарный жакет или даже мужской пиджак. 100% состав хлопка и цена такой ткани 3200 рублей. Еще один хлопковый бархат в елочку. Земельных оттенков. Также отлично подойдет для мужского пиджака или легкого пальто-жакета на холодное лето. Цена такой ткани 1200 рублей. Состав хлопок 100%. И это все о бархате на сегодня. Если у вас есть какие-то пожелания относительно конкретных видов тканей, то обязательно пишите мне об этом в комментарии под видео. И возможно следующий выпуск будет именно по этой ткани. Я желаю вам успешного дня. С вами была Гульнас. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok